Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 11 августа, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания апостола Павла Коринфянам. Глава 1, стихи из 10 по 18. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, «Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом. А крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день. Церковь предлагает нам отрывок из первого послания апостола Павла Коринфина. И в сегодняшнем отрывке апостол Павел затрагивает очень важную тему. Тему «Едиными усты и единым сердцем», как говорит нам Требник, как говорит нам Служебник за Божественной Литургией, а именно то, что мы должны единым сердцем и едиными устами исповедовать веру во Иисуса Христа. Что же мы видим в Коринфской церкви? Какова была проблема? Какую проблему в данном случае затрагивает апостол Павел? А именно ту проблему, что Коринфяне, имея за своими плечами культурный багаж языческого образованного мира, языческой культуры, в том числе и культуры читать тексты, культуры воспринимать тексты, они видят, что один проповедник проповедует так, другой проповедует эдак, и они начинают смотреть на этих проповедников как на какую-то свою собственность. и начинают говорить, что «мне больше нравится этот проповедник, а мне больше нравится другой проповедник». Что мы видим? Апостол Павел говорит «я Павлов, я Аполлосов». Это проблема. Это проблема, потому что они за проповедниками не видят того, кого они проповедуют. И апостол Павел, и Аполлос, и Кифа, все эти люди проповедуют Иисуса Христа. И если мы не видим за проповедником Иисуса Христа, если мы видим, не слышим в его проповеди встречи со Христом, если перед нами Христос не открывается, это уже беда, это проблема. Поэтому мы должны прежде всего искать Царствие Божие, которое есть для нас Христос, которое есть для нас Господь наш Иисус Христос. И здесь мы сначала читаем «умоляем вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили одно, и не было между вами разделений». По святоотеческому толкованию, когда мы говорим, читаем, что бы вы говорили одно, имеется в виду в контексте сказанного в 12 стихе. То, что апостол Павел говорит, я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов. То есть вы не должны разделяться на вот эти вот партии, на выделять какие-то пристрастия к одному проповеднику. То есть не должна быть подмена, не должно быть разделений. Поэтому вы должны говорить одно, что все вы принадлежите Господу Иисусу Христу. Поэтому в различных изданиях Священного Писания, в современных изданиях, мы читаем, что стоит слова «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин» в кавычках, закавычено. И дальше говорится «а я Христов», тоже закавычено. Но мне представляется и многим толкователям, представляется это неверным, потому что, скорее всего, апостол Павел как бы противопоставляет вот этим лозунгом, каким-то партийным лозунгом «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин». А апостол Павел как бы от своего лица говорит, что это все неверно. Я Христов, я принадлежу Христу, и все мы принадлежим Христу. Апостол Павел узнает об этом от домашних хлоиных. Ведь апостол Павел пишет им это послание в Коринф из другого места. И до него доходят слухи через, видать, слуг или каких-то родственников хлоиных о том, что происходит в Коринфской церкви. И апостол Павел, собственно, отвечает на вот эти вызовы, на вот эти проблемы. Он говорит «разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» То есть, прежде всего, для апостола Павла важно, что Христос нас освобождает «не силою и умением и талантом проповедника спасается человек, а верой во Иисуса Христа». Поэтому нет никакой разницы, кто проповедовал вам Слово Божие. Павел, Аполлос или Кифа. Важно, что вы услышали весть об Иисусе Христе. И в этом смысле не должно быть никаких разделений. Все мы являемся людьми, пьющими из одного источника воды живой. Это Господь Иисус Христос. И вот дальше мы читаем в 14 стихе «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». То есть, в самом начале, в 10 стихе он говорит «умоляю вас, братья». Но мы знаем, что апостол Павел часто говорит «умоляю вас, чада». И действительно, не всех, как мы выясняем, не всех здесь крестил апостол Павел во имя Иисуса Христа. Поэтому он обращается к ним как к братьям по вере, а не как к чадам, которых он родил для жизни вечной через таинство крещения. Таким образом, он рад тому, что не он это сделал, не он крестил большинство из них, потому что они начали бы говорить, что нас крестил Павел, мы Павловы. Это было бы вообще кощунственно с точки зрения апостола Павла, ну и вообще с точки зрения христианина считать, что его крестил Павел, значит, он крещен во имя Павла. Это вообще парадокс. И апостол Павел говорит о том, что Христос послал меня не крестить. И действительно, апостольское служение – это служение проповеди. Проповеди Евангелия, Царства Божия. «Ибо Христос послал меня не крестить», 17 стих, «а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». И апостол Павел в своей проповеди пытается максимально просто и понятно, лаконично донести, не витиеватым языком греческой философии, не витиеватым языком ближневосточной еврейской мудрости, а в простоте слова проповедует Иисуса Христа, чтобы своей витиеватостью не затмить самого главного. То, что Господь Иисус Христос распялся за нас, умер и воскрес в третий день, вознесся на небеса и сел одесную Бога и Отца. Это простые слова, которые не должны быть затемнены витиеватостью речи. Поэтому и говорит апостол Павел, «Я говорю не в премудрости и учу и благовествую не в премудрости слова, а в простоте, чтобы не упразднить креста Христова». Для коринфин, которые привыкли услаждать свой слух сложными философскими терминами, для них это было бы соблазном услышать какие-то сложные формулировки, которых Павел тоже не чурался, но не для этой аудитории, не для этих ушей. И он говорит, «Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия». Сила Божия для нас крест Христов, и мы должны помнить об этом, об этом самом главном, именно в кресте. Христа мы обретаем свое спасение и обрели свое спасение. Ведь именно на кресте происходит заключение нового завета между человеком и Богом. И когда мы причащаемся, мы прежде всего провозглашаем крест Христов, мы провозглашаем новый завет и испеваем из чаши Господней, из чаши Евхаристии, это участие в новом завете. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем в простоте слово исповедовать веру во Иисуса Христа и спасаться крестом Его, осознавая, что для погибающих это юродство, для этого мира крест непонятен, но для нас это спасение. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч!